Судебный иск за испорченное свидание, фантастический регион в современной Норвегии и мужской протест против насилия над женщинами. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Норвегии может появиться свой мордор. Именем фантастической страны Толкиена жители хотят назвать новый регион. Объединение земель Тромса и Финнмарка. Таковы результаты голосования, проведенного одним из местных изданий. Кроме страны орков, в списке были менее эксцентричные варианты. Арктиз, северная местность или просто Финнмарк. К последнему, кстати, склоняются норвежские лингвисты. И, скорее всего, местные власти к ним прислушаются. В Южноафриканской республике протестовать против насилия над женщинами вышли мужчины. Представители сильного пола собрались в длинную колонну в центре столицы Притории. Некоторые из них держали плакаты с именами девушек, пострадавших или погибших в результате домашнего насилия. Но возглавляла колонну женщина. Только за прошлый год полиция зафиксировала в ЮАР 64 тысячи случаев жестокого обращения с женщинами. В Канаде морской лев утащил ребенка в воду. Животное плавало недалеко от причала, где стояла девочка. Как только она присела у изгороди, лев схватил ее за платье и под крики шокированных очевидцев стянул в воду. Спасать малышку бросился мужчина и вытащил ребенка на берег. К счастью, никаких травм девочка не получила. В США 10-метровый кит заплыл в гавань для прогулочных кораблей и не смог найти путь в открытый океан. По словам представителей береговой охраны, в поисках правильного направления великан плавал по гавани часами. На помощь киту подозвали местных биологов. Ученые вывели животное в океан, имитируя так называемое пение китов. Горе-ухажер подал в суд на девушку из-за неудачного свидания. Американцу Брэндону Вейзмору не понравилось, что во время киносеанса его подруга отвечала на сообщения по телефону. Дескать, это очень отвлекало от просмотра. После свидания Брэндон потребовал возместить ему 17 долларов за билет. Чтобы доказать всю серьезность причиненной обиды, подал иск в суд. Девушка назвала такую выходку сумасшедшей, но все же извинилась и отдала деньги. В США закрывается легендарный цирк «Братьев Ринглинг». Артисты шоу со 150-летней историей сегодня выступают в последний раз. Причины финансовые. Продажи билетов падают, расходы только растут. К тому же, ровно год назад сотрудники цирка вынуждены были отдать слонов, на которых держалась большая часть программы. Этого уже давно требовали защитники животных. С тех пор с финансами окончательно не заладилось. Руководство цирка уверяет, решение было нелегким, но правильным.